Настольная игра «Подземелья и пёсики» — это увлекательное приключение для настоящих героев. Смелые четвероногие отправляются в глубокие и мрачные комнаты, чтобы сразиться с чудовищами и собрать как можно больше трофеев. Создайте своё уникальное подземелье и найдите путь через него. Сразитесь с монстрами в катакомбах и получите трофей за них. Обходите ловушки, открывайте запечатанные двери, скрывайте сундуки и проходите через порталы. Всё ради выполнения квестов. Победитель будет лишь один, и только его назовут хорошим мальчиком. Настольная игра для детей и взрослых «Подземелья и пёсики». Перед началом партии каждый игрок выбирает себе планшет пёсика и берёт семь жетонов лапок, указанных в его углу. Пять из них нужно положить на планшет — это базовые жетоны. Два других — дополнительные, их положите рядом. Перемешайте все карты квестов и раздайте каждому игроку по две. Игроки выбирают себе одну и кладут рядом с планшетом лицевой стороной вниз. Это личные квесты. Подсказка. Вашему пёсику будет проще победить монстра, если у него уже есть подходящее оружие. Вторую карту квеста каждый игрок кладёт в центр стола. Это общие квесты. Их может выполнить любой игрок. Положите в центре стола двустороннюю стартовую комнату. Эта сторона нужна для игры втроём и вчетвером, а эта — для игры вдвоём. Отсюда вы начнёте свой путь по подземелью. Положите на эту карту три жетона раундов по порядку, так, чтобы первый оказался сверху. Остальные карты комнат перемешайте и положите стопкой лицевой стороной вниз. Перемешайте колоду зелий и раздайте каждому игроку по одной случайной карте из неё. Теперь вы готовы начать игру. Игроки ходят по очереди, по часовой стрелке, начиная с первого игрока. Каждый ход вы можете выполнить одно из трёх действий. Исследовать подземелье, выйти из подземелья или лечь спать. Задача каждого игрока — построить наиболее выгодный для себя путь из подземелья и успеть пройти его, собрав побольше трофеев и монет, пока это не сделали другие. Исследование подземелья. Выбрав это действие, возьмите верхнюю карту из стопки комнат и выложите её на поле. Её нужно присоединить к подземелью так, чтобы хотя бы один выход на ней совпадал с выходом на другой карте. Не обязательно, чтобы совпадали все выходы. Некоторые могут упираться в стены или вести на стол. Ведущие на стол выходы считаются выходами из подземелья. Цветная сторона карты с трофейными символами считается стеной. Если стопка карт комнат закончилась, исследовать подземелье нельзя, выберите другое действие. Выход из подземелья. Выбрав это действие, проложите путь из подземелья и пройдите его. Путь должен начинаться с карты стартовой комнаты и заканчиваться картой комнаты с выходом из подземелья, то есть ведущим на стол. Вы можете пройти через любое количество комнат, но каждую из них можно пройти только один раз. Вы должны разыгрывать эффекты карт комнат по очереди, в том же порядке, в котором вы их проходите. На некоторые карты вы можете положить свой жетон лапки, но об этом позднее. Если на карте уже лежит жетон лапки соперника, вы не можете пройти через нее. Выйдя из подземелья, вы больше не участвуете в раунде и ждете его окончания. Как только из подземелья выходит первый за раунд игрок, для остальных начинается обратный отсчет. Возьмите сверху стопки комнат по четыре карты за каждого оставшегося в подземелье и положите их отдельной стопкой. Теперь игроки берут комнаты только отсюда. Как только она заканчивается, исследовать подземелье нельзя, придется выбрать другое действие. Лечь спать. Это действие стоит выбирать, если вы оказались в безвыходной ситуации, когда нельзя ни исследовать подземелье, ни выбраться из него. Возьмите дополнительный жетон лапки и положите на свой планшет, он остается у вас до конца игры. После этого вы не участвуете в раунде и ждете, когда он закончится. Как проходить комнаты. В подземельях вы встретите комнаты с монетами и артефактами. Вы можете положить на них жетон лапки, чтобы забрать эту карту в конце раунда. Артефакт приносит два трофейных символа атаки. Монеты нужны для победы. На эту карту вы можете положить жетон лапки, чтобы забрать сундук. В конце игры он принесет четыре монеты, но только если у вас есть ключ. Получить ключ можно, победив стрека ключа. Одним ключом можно открыть только один сундук. Вы можете положить на эту карту жетон лапки и сразу взять любую карту зелья из запаса на ваш выбор. Даже ту, которую ранее сбросил другой игрок. Саму карту комнаты вы, как обычно, забираете в конце раунда. Однако в конце игры она ничего не приносит. Встретив на пути монстра, вы можете сразиться с ним или пройти мимо и получить урон. Если символы на карте монстра совпадают с вашими символами атаки, считаются и базовые, и трофейные символы, а также зелья, то вы побеждаете монстра, положите на карту жетон лапки. Побежденный монстр приносит трофейные символы атаки или защиты, которые можно использовать в этом же раунде. Если вы не можете или не хотите сражаться с монстром, но вам нужно пройти комнату, то вы получаете указанный на карте монстра урон. Вычтите его из общего количества ваших символов защиты, и базовых, и трофейных. Не забывайте про особые свойства песиков. Например, рута имеет две дополнительные защиты. Если урон на всем пути равен или больше вашей защиты, вы не можете идти этой дорогой. Выберите другую или ложитесь спать. В подземелье вы можете встретить бродягу. Чтобы его нанять, положите на его карту жетон лапки. Он будет помогать вам до конца игры, но ему потребуется заплатить. Сразу выберите одну из двух сторон с трофейными символами. Их вы будете использовать до конца игры, без возможности поменять сторону. Чтобы пройти ловушку, вы обязаны либо обезвредить ее, либо положить жетон лапки и взять эту карту в конце раунда. Обезвредить ловушку можно, если у вас есть карта комнаты с подходящим трофеем. Важно! Базовые символы не обезвреживают ловушку. Это может быть карта, которую вы получили в предыдущих раундах, или прошли ранее в этом раунде. Можно обезвредить ловушку картой зелья и картой бродяги. Тогда платить бродяге не придется. Положите карту с трофеем лицевой стороной вниз поверх ловушки. Теперь она обезврежена. Другие игроки не могут пройти по обезвреженной ловушке. На обезвреженную ловушку не нужно класть жетон лапки. Если вам нечем обезвредить ловушку или вы не хотите этого делать, положите на карту жетон лапки. В конце игры она отнимет одну монету в качестве штрафа. Через дверь можно пройти, если у вас есть ключ. Можно использовать трофейный ключ, полученный в этом же раунде или в предыдущих раундах. Если у вас нет ключа, то выход с дверью для вас заблокирован. Ключ не сбрасывается. Одним ключом можно открыть любое количество дверей в подземелье. Если в подземелье больше одной карты портала, то вы можете перемещаться между ними, как между комнатами с общим выходом. На порталы не нужно класть жетон лапки. Конец раунда. Раунд заканчивается, когда все игроки вышли из подземелья или легли спать. Игрок, который сделал последний ход в раунде, сразу забирает себе жетон первого игрока. Затем каждый игрок забирает себе карты комнат, на которых лежат его жетоны лапок, а сами жетоны возвращает на свой планшет. Карты монет, сундуков и ловушек положите рядом с собой стопкой лицевой стороной вниз. Карты побежденных монстров, артефактов и бродяг положите слева под свой планшет. Бродягу положите той стороной, которую вы выбрали, когда наняли его. Уберите в коробку карты обезвреженных ловушек вместе с лежащими на них картами. Кроме карт зелья, их уберите в запас зелья. Снимите верхний жетон со счетчика раундов. Если это был последний жетон, игра сразу заканчивается. Если нет, то замешайте оставшиеся в подземелье карты комнат, кроме стартовой, обратно в стопку и начните новый раунд по тем же правилам. Песики снова оказываются в подземелье, но уже более подготовленные к новым испытаниям. Конец игры. После третьего раунда игра заканчивается. Сложите и посчитайте количество золотых монет на всех своих картах комнат. Помните, что сундук приносит монеты только в том случае, если у вас есть ключ, и один ключ открывает только один сундук. Отнимите монеты за карты ловушек и бродяг, получите монеты за выполненные личные и общие квесты. Монеты за общий квест может получить любой игрок, который его выполнил. Это могут быть несколько игроков. Квесты с монстрами приносят монеты за каждого указанного побежденного монстра. Победителем становится игрок, который набрал больше всех монет. При ничьей побеждает тот, кто выполнил больше квестов, как личных, так и общих. Если ничья сохраняется, то участники ничьей делят победу и радостно виляют хвостиками. Не бойтесь приключений и отпустите своих песиков в подземелье в настольной игре для детей и взрослых «Подземелья и песики». Обязательно подпишитесь на наш канал. Здесь регулярно выходят ролики по лучшим настольным играм на русском языке. До новых встреч!